всем привет я юра всем привет я юра это канал винные излишества сегодня у нас супер автохтон автохтон еще главный автохтон конечно нашей все руси это красностоп да а у нас сегодня цемлянский черный не могу похвастаться что я много пил цемлянского черного я его пил какой то мне прям нравится какой-то не нравится но это не не цемлянский черный виноват хотя ходят слухи что он весьма капризный товарищ сегодня у нас на дегустации цемлянский черный выдержанный от винодельни и верников леведерников я все ведерников 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 с твердым знаком на конце это долина дона двадцатый год ребятки 18 месяцев выдержки в дубе а то есть смотрите предыдущие года как раз я все слюни пускал на это вино было 9 месяцев месяца да потом 12 месяцев я захожу двадцатый год 18 месяцев выдержки думаю надо брать надо брать несмотря на немалую цену но это автохтон это цемлянский черный говорят что вообще цемлянский чем достаточно сложно вырастить он капризен а далее сложно из него сделать приличное вино не знаю надо спросить у одного знакомого винодела сегодня начнут цемлянский черный от ведерникова что у нас и рубиновый цвет мутники до такой кстати до доносится мы только открыли не вы видите да мы не декантировали кстати запускать здесь такая красивая пробковая натуральная пробка я уже честно говоря уже начинаю опасаться натуральных пробок но очень-очень-очень сначала идут такие вот что красностопу золотовскому от ведерникова идет температура такая градусов 18 вот как мне кажется даже может даже больше что вот цемлянскому черного приятно очень из-за того что аромат такой знаешь нетривиальный здесь есть и ноты какого-то такого вяленого мяса и каких-то черных ягод что такое дымная но дымная это вообще я не знаю это связано вообще мы пилим много не видно цемлянского черного и они не были выдержаны в бочке но у них какая-то такая классическая дымная ноты есть у этого вина может это майки это ощущение кажется вот и здесь тоже дымные какие-то увяленые ноты что-то вот пыль легкая такая но приятно такая ну не ликерно но классная такая спиртуозность есть приятная которая уходит уже вот не такую спиртуозность опиртуозность как бы не просто тупую спиртуозность да а такую знаешь какую-то не могу сказать что за джемлину или заварения но и а какой-то такой очень не ликерную есть такой аромат здесь сложно сложно описуем и какой-то класс класс я думаю сегодня вечером и кайф о нем как минимум ароматика здесь конечно просто такая она просто каждые минуты начинает все больше и больше до развиваться в эту помощь не сказал асимиры подталкивают аромат такого копченого увяленого какого-то окорока вот такое есть давайте попробуем вкусно класс хорошо да по структуре вино сухое очень такой прям правильной кислотность которая не выпирает никуда у нас так вот там вот прям вот тут где надо и до идеалити вино ощущается мощным плотным таким я не знаю какие вот эпитеты есть знаешь шелковистым знаешь вот все эпитеты которые присущи накрывает как одеяло ребят знаете тут во вкусе ощущение что ты как будто бы пьешь землю русскую да или вот какой-то такой запах и вкус руси вот не могу объяснить переплетено все от калины во вкусе до черных ягод какие-то увяленые какой-то вкус земли какой-то не знаю что так какую-то костерка какого-то все вот это танинов как таковых здесь я я не ощущаю но вот она столько объемный и все какой-то прям все отдающий нам вот этот вкус и аромат да да хотя участок такие вот приятные какие-то здесь есть во вкусе еще чернослив такой с косточкой который более кислый не засахаренный такой вот и вот есть такой черносливно-табачный вот кстати да после вкусе и вообще во вкусе здесь есть табак вот как раз таки вот они на здесь вот именно такие знаете как табачные таких а вот этот табак да ну больше дорогая горчинка приятно табачно черносливная табак черносливный табак он как будто бы нивелирует горечь нивелирует горечь табачную и как бы сдруживает и получается вот так вот классно очень но плиту хорошо вы не честно говоря брал потому что давно уже хотел взять от землянский черный купил вчера открыл обзоры кто там пишет про предыдущие релизы урожая закрыты накрыты туда-сюда фигня мне ребят это хорошая хорошо очень хорошо ребят не стоит она прискорбно я половин лобби но он подается много подается очень короче полого 1600 рублей а стоит того ребят вот стоит как минимум того потому что отдадим респект я как который раз уже отдаю респект снаеду я отдаю респект ведерниковым да за то что и вообще все думал вообще им голову просто взбрело не ну это круто это правильно то что они на своей земле продвигали вот эти автоктомные сорта ну как людям там 90-е годы пришла мысль что вот да мы будем заниматься автохтонами но у них есть каберна савиньон и все остальное но мы будем заниматься красностоп и и они сыграли в эту рулетку они выиграли до короче как я рекомендую мне это вино нравится будет на следующей неделе заметка про это вино уже текстовая я это после видео я теперь всегда буду так делать в моем телеграме не забывайте подписываться ставьте лайки желаю на здоровье вам вашим близким чао а вино очень бомба классно хорошо вкусно